Ну и напоследок я хотел еще добавить несколько слов по поводу аноксимандра. В прошлый раз я высказал идею, что вот это вот нечто апером, дело в том, что апером свое начало аноксимандром назвал нечто апером, и апером является прилагателем, который относится к некоему началу. И в древние времена, и в нынешние времена существует несколько версий, что может представлять это апером. Дело в том, что существовало четыре стихии, и в древние высказывали в том плане, что вот это вот апером, оно представляет собой либо что-то среднее между ними, это вот мессен, либо что-то просто в буквальном смысле между ними, между. Это засвидетельствуется самими непосредственно древними авторами, что вот аноксимандр понимал свои стихи вот как нечто вот такое среднее или между. И поэтому, что значит между, вот как раз как-то уточнял, что значит между, значит нечто между огнем и водой, или там водой и воздухом. И на это и древние авторы как бы пытались понять все вот это вот рассуждение аноксимандра следующим образом. Как бы вот существовали и древние, и нынешние теории, что вот это вот нечто апером представляет собой нечто среднее, какая-то срединная такая, лучше говорить не средняя, а некая смесь, смесь стихий, да? Вот такая нерасчлененная смесь. Это первая как бы эта теория. Вторая теория. Вторая теория это вот как материя, да? То есть материи еще как бы не знали, как вот Юлия Аристотеля. А третья как нечто среднее в смысле того, что если, как бы вот, можно такую аналогию взять, усреднить все стихии, да, и между ними взять нечто среднее, да? Такая вот усредненная такая. Усредненная стихия. Ну, а четвертое вообще нечто неопределенное. Раз оно апером, то значит нечто неопределенное. Но на самом деле почему-то нет теории, где вот это вот нечто апером понимается как пространство. Ведь пространство удовлетворяет всем вот нашим высказанным размышлениям. Ну, что такое пространство? Пространство это нечто всегда между, да? Вот у нас есть некое многообразие. Что такое пространство? Вот пространство как бы между, да? Между ними. С другой стороны, вот если мы говорим о стихии, то она представляет собой как бы и между стихиями, да? Вот есть некая вода, допустим, здесь, да? А здесь воздух, да? А здесь воздух. То она всегда между. То есть всегда есть некое между стихиями. И вообще, ведь мир заполнен четырьмя стихиями, и он в различной комбинации как бы смешан, да? И тем не менее, между ними всегда можно обнаружить вот это между, которое представляется бы пространственностью этих стихий. Да, вот все стихии, они как бы пространственные. Вот есть такая характеристика, как пространство, да? Ее можно просто усмотреть в самом восприятии. И любая стихия, она вот пространственная. Она не относится к материи, да? Потому что материя это все-таки вот то, из чего состоит. Дерево, да, вот такая хюля. А здесь именно пространство из пространства. Она, во-первых, удовлетворяет тому, что она между. Просто в буквальном смысле надо это понять. Как между одной стихией, между другой стихией. Как между одним сущими и другим сущими. Вот есть пространство. То самое пространство, которое потом у Демокрита, как я и говорил, будет пустотой. Да? Пустота. Потому что у него будет атомы и пустота. А пустота существует. Ты же можешь сказать, что небытие существует. Да нет, пустота просто есть, это вот пространство. Оно точно так же существует. В этом нет ничего особенного. Но самое главное, на самом деле. Когда я говорил об ученике Анаксимандра, Анаксимэн. Ведь он как бы уточнил, на самом деле, это начало, да? Потому что все-таки начало Анаксимандра, ему, видимо, представлялось не очень-то и материально. Некое нематериальное начало. И он решил, что вот это вот начало должно быть апирасая. Это буквально означает бесконечный воздух. Что мы как бы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем то, что Анаксимэн попытался вот этой пространственности, да, придать материальность. Вот мы видим эту пространственность. Что ближе всего к пространственности? Ближе всего к пространственности является, конечно же, воздух. Ни огонь, ни земля, ни другие стихии, они как бы все-таки дальше отстают. Потому что воздух, он везде вокруг нас, он нас обволакивает, он присутствует везде. Да, и пространственность, собственно, апирасая, то есть бесконечность воздуха, она нам явлена. Мы просто наблюдаем ее непосредственно. Как мы ее наблюдаем? Мы наблюдаем ее тем способом, что мы всегда видим горизонт. Вот есть горизонт. И как бы мы к нему не приближались, он всегда остается горизонтом. В конце концов, это бесконечность, ведь понимается, что нет конца. Вот нет конца. У парвенида, почему-то, все-таки, когда он получает монолитное сущее, да, вот, то сущее, которое называется, которое взято, мир как целое в аспекте бытия, да, он является все равно шаром, да, он является чем-то ограниченным, да. Вот. Он является шаром. Это у парвенида. Но, тем не менее, когда мы рисуем шару, то у нас вот это пространство здесь остается, да, оно никуда не девается. И в смысле пространства, вот оно действительно является бесконечным. То есть вот, когда мы говорим о пространстве, вот это понятие бесконечности для нас очевидно. Да? Бесконечность пространства для нас является чем-то, как бы, вот, не требующим никаких дополнительных доказательств. Откуда берется вообще бесконечность пространства? Ну, если... Вот из опыта все же конечно, да, из опыта мы понимаем. что мы всегда, как определенное конечное число итераций, достигаем определенного уровня. Но тем не менее у нас всегда есть понятие этой бесконечности. Понятие бесконечности, если не брать математику, а брать пространственную характеристику, связано с природой самого сознания. Ведь мы говорили о том, что сознание является пространственным. Ведь пространство, пространственность мира, она на самом деле не является пространственностью бесконечной буквально в смысле. Потому что бесконечность – это нечто как бы... Бесконечность нам понятна с позиции сознания. Именно сознание как способность, способность уходить за горизонт, каждый раз уходить за горизонт, и представляет собой нечто бесконечное. То есть бесконечность пространства как-то связана с сознанием. Ну вот я этому собираюсь просто еще отдельное исследование посвятить. Можно сейчас сказать, привести своего рода некоторый интересный пример. Вот, допустим, есть такой опыт, связанный с тем, как слепой движется и ощупывает перед собой поверхность палкой. И в определенный момент наступает такой момент, что на самом деле палка у него начинает заменять орган ощущения. То есть как бы становится продолжением, если можно так выразиться, руки. И здесь как бы для психологии есть некая странность. Дело в том, что каким образом вообще мы можем использовать орудие как продолжение наших естественных органов. И вот это вот, как я думаю сейчас, да, оно связано с тем, как устроено сознание. Дело в том, что сознание у нас является сферой, да, сфера сознания. И когда свое внимание слепой направляет вместо соприкосновения палки и земли, допустим, вот эта земля, то в сознании вырабатывается понимание того, что такое как бы вот это взаимодействие. Да, что взаимодействие, это представляет в смысле необходимость. Потому что сознание представляет собой как бы... Ну, как бы можно было бы пытаться здесь пытаться выстроить некий технический способ объяснить, как это происходит. Но нам важно не техническое, а со смысловой стороны. Со смысловой стороны состоит в том, что именно сознание обеспечивает вот это вот продолжение нашего тела с помощью палки. То есть, на самом деле мы как бы воспринимаем, получается, вместе с очлением палки и тротуара или земли с помощью сознания. То есть, именно сознание является тем способом, каким мы ощупываем как бы мир. Вот если как бы вот эту вот аналогию переносить на понятие бесконечности, то в каком-то смысле вот это вот мы можем направить свое внимание на точку горизонта, да, вот точку горизонта, вот нашего внимания туда направить. Вот это наше фокусное внимание. И получается, что с одной стороны, как бы точка горизонта, это некое нечто, что находится бесконечно, ну, далеко, далеко. А с другой стороны, это все находится внутри нашего сознания. То есть, мы внутри нашего сознания вот как бы понимаем, что вот есть нечто далеко. И вот как бы вот сознание как-то устроено итерационно, да, что вот это далеко, оно может как-то вот быть каждый раз далеко, да. Да, есть как бы, если сознание является пространством, то как бы я не начертил этот горизонт, да, вот, как бы я его начертил, всегда можно будет начертить еще горизонт. Это свойство границы, да, вот, вот есть один горизонт, казалось бы, дошли мы до этого горизонта, вот горизонт один. А тут и есть второй горизонт, мы можем дальше идти. Только вообще-то это тоже же граница, можно дальше идти. То есть, вот, вот в этом итерационности, вот в этой итерационности, как бы, наблюдается некая бесконечность пространства. Но я пока сейчас как бы рассказываю некие интуиции, да, я на самом деле сейчас пытаюсь просто понять, каким образом, как бы, ну, на примере, в частности, как бы, мне поводы дает и отечественная философия, каким образом все-таки мы понимаем нечто пространственное, да, что такое вообще пространство. Просто в самом пространстве оно как бы не просто, как можно было бы подумать, некое вместилище, да, оно именно вот активно, оно как-то итерационно, да, потому что, ну, мы, например, говорим, что оно тут, это, трехмерно, да, там. И многие другие вещи высказывали. То есть, как бы, для нас пространство, на самом деле, представляет собой, вот, вся математика, да, вот, лучше говоря, геометрия, да, которую мы знаем. Ну, а древняя геометрия, она и состояла в том, что буквально сначала мерили Землю, да, то есть, как бы, производили некие, как бы, действительно опыты на самой Земле, да, осуществляли измерения прямо в самой реальности, а не только на листе бумаги или там в голове. Так вот, вся вот эта геометрия, она как бы вот нами наложена на мир. То есть, вот пространственность, которую мы вокруг себя видим, она не просто вместилище, да, а она как бы вот обладает вот этой вот интенсивностью, да. Это означает, на самом деле, что как бы сознание спроектировано на мир. Ну, я об этом уже говорил, но просто сейчас вот подошел к этому с другой стороны.